Брахли Мьери представляет «Могут существовать теневые галактики, теневые звезды и даже теневые люди» Стивен Хокинг За последние 24 часа мы впали в умственную кому, полную замешательства и домыслов Я слышал все, что говорили вокруг, и божественное, и абсурдное Думаю, так и было, я слышал, что так было То, что произошло, задокументировано соответствующими органами Клянусь вам, это все правда Существо В ролях Ланс Хенриксон Роберт Джон Берг Бен Браудер Ад Камель Джеймс Сент-Винсент Джейсон Ианакон Брайан Фойстер Кейлин Скартфилд Стивен Декстер и другие Оператор Кацуми Фунахаши Авторы сценария Мэтью Куин Мартин и Дак Уильямс Режиссер Дак Уильямс Режиссер Дак Уильямс Сократ сказал, непознанная жизнь не стоит жизни Заткнись, Хэролд Ты изменил показания? Нет А что, шериф? Очень недоволен Налицо конфликт интересов, федеральное дело Ублюдок Ты считаешь, что это просто исчезновение? Нужно найти тело Точнее, тела Кто из вас У нас плохой коп Мы из ФБР Какая разница? Мы не собираемся мериться членами в этом захолустье Мы нормальные копы Просто копы Значит, ФБР Ничего личного Поэтому мы здесь Это агент Диксон, а я агент Коста Вы здесь не в первый раз Мелкая кража Нападение Частые угрозы Я был Это было Я был Был другим человеком Что произошло в этот период? Сколько вы были призраком? Шесть лет? Шесть лет Да, вроде так Но заявления о пропаже человека Не было Я не был так уж важен Каждый важен, Джозеф И все важно Все связано Ну, я так считаю Ваш друг в соседней комнате Он мне не друг Да, такие, как он, порой сильно бесят В любом случае, мы узнаем правду от одного из вас Вы кажетесь умным Слишком умным Вы ничего не понимаете? Это не я И не он Это Что это? И что это было? Это правда Никто не был готов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Просто место Просто место Субтитры создавал DimaTorzok Это дерьмо вовсе не кантри Это Бейонсе бренчит на банджо Не будь придурком, Аллан Бум Таня, ты следующая Таня Таня Дэл, приведи ее Сам введи Выдано свежий воздух Не помешает, Деннис Как и прочее Сиди, Деннис Я схожу Получилось? Расслабилась в сортире Задержала игру Я деньги зарабатываю Которых нет? Что? Ничего Ладно Давай, покажи нам Ты сможешь Эй, друг Ты должен прикрывать меня, если я облажаюсь А не наоборот Прикрывать? Ты девятиклассник Что с тобой, Карл? Это не ты Теперь я Веди себя прилично Ты сможешь Сможешь, сможешь Вам удобно? Что принести? Где адвокат? Дайте телефон Я звоню адвокату Адвокату? Это дружеская беседа Можно просто Дэйл? Где мой брат? Где Рэй? Занимается обычной работой шерифа Да? Я прав? Серьезно? Вы не готовы к прайм-тайму Поэтому я в ФБР У вашего друга потрясающая история У него полно историй Большинство ерунда Вы не ладите? Как Кайн и Авель? Я уже не знаю, кто он Что? Что это значит? Что он? Кто? Я сказал, кто? Я уже не знаю, кто он После того, что увидел Первое, второе, третье Ничего не знаю После чего Именно, Дэйл? Неважно Забудьте Дэйл Бывают вещи, которые не забываются О, чёрт, спина! Алла, ну, господи, прости В чём дело? Да она воткнула дротик мне в спину А что со светом? Слушай, ты не хочешь мне помочь, Таня? Я помогу Не зря же я училась на медсестру Я сама, это был мой косяк Взяла пиво? Да, взяла Брат починит Да что он может? Заменить предохранитель В дерьмовом ящике, Которым гордился твой папа Не смей заикаться о моём отце А что? Нехорошо говорить плохо о мёртвых, Карл И что? Я всю жизнь был вежливым Всю жизнь жил по хорошей книге моего папочки И где я? Присматриваю за вами Разгребаю всё это дерьмо Вот где А тебя волнуют только его чувства Этот парень был Чёрт знает где Пока я подтирал задницу больному раком папочки Хватит Он даже не пришёл на похороны собственного отца А я должен быть вежливым Давай решим это Пока пиво не нагрелось Вы напряжены Может, воды? Всё хорошо Аспирин? Я же сказал Уверены? Мы здесь задержимся Посмотрим Планируете исчезнуть? Снова исчезнете? Насколько? Шесть лет Шесть лет Так мне сказали Вы мне сказали уже дважды Сказали? Что это значит? Что вы хотите знать? Ничего особенного Просто правду Нет Вы не этого хотите Проверьте Начните с того Зачем вам было нужно узнавать Как долго вас не было? Дом обесточен В гараже света нет Вся улица без света Это не пробки Так уже было Спасибо Не работает И мой Мой тоже Наверное, нужно было поменять батарейки В этом нет смысла Дэнни, у отца не было свечей Позвоните в аварийку Странно Телефон разрядился Нужно было зарядить Я заряжала час назад Позвони им по-своему У меня нет У кого их нет? Не знаю Может, у умных Не работает Не работает Тоже Так, все, где есть электрические батареи Не работает Наверное, какое-то совпадение В гараже есть стационарный телефон В сарае генератор Проверю бензин А ты можешь быть полезным Дэнни, пойдем, поможешь Вы слышали? Вот в чем дело Кэмпбелл растаскивает имущество отца, как муравьи? Брось, Джозеф Пора переезжать Куда? Куда? Я думал спросить тебя Ты эксперт по переездам Это не честно Джо, ты оставил меня одного с больным отцом Что было делать? Кэмпбеллы были здесь, а ты нет И они пришли все забрать Нельзя появиться здесь Через шесть лет, скрывая, где ты был Это сложно Не сложно Берешь трубку и говоришь, что ты жив Мы похоронили тебя, Джозеф Простились Почему они? У них уже половина этого чертова города Что бы сделал ты, Джо? Сейчас у меня нет ответа Но так быть не должно Прибереги проповедь для священника Попробуй Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Из гаража Из гаража? Из гаража? Вот так сюрприз Давно ты здесь, Джо? Пару дней Я должен подписать кое-какие документы Но нет света Света Нет электричества Нет электричества Вот досада Да, верно У всех такие проблемы? Не знаю Впервые слышу Карл и Дейл знают о тебе? Джозеф 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 Братья знают, что ты вернулся? Да Да Да, они знают Они помогают мне с электричеством Что ж Я так поздно за город Наверное, уже не поеду Да и Хэролд уже напился Сделаю пару звонков Посмотрю, сможем ли мы все решить Мне пора Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Девушки отдыхают Скажите это Джиму Джонсу и его последователям Я думал, Коми-Кон Нет, она На неё находит Расскажите о брате Карле Пророке-механики Человек не просто человек Так сказал Карл Верно Где он сейчас? Почему он так долго? Снова проделывает трюк Гудини Надеюсь, он подписал бумаги Странно, что вся электроника не работает Генератор работает Он на газе Может, питания нет Даже на батареях не работает Вы слышали о нейтронной бомбе? Она как атомная Только поджаривает электронику Здания стоят с людьми Все в порядке Кто мог это сделать? Многие не любят Америку Особенно сейчас Значит, Лонг Даг Донг Сбросил бомбу? Лонг Даг Донг? Диктатор-коротышка из Северной Кореи Ким Чон Ын Лонг Даг Донг Это из фильма Ты отлично понял, о ком я Итак, этот Ким Джон Дон Добыл нейтральную бомбу И решил, что округ Брум Лучшее место для взрыва Это смешно А если теперь так везде? Тогда мы бы что-нибудь услышали Заткнитесь Да, Деннис, заткнись Вы все заткнитесь Я тупею, когда слушаю вас Но власть... Хочешь узнать про власть? Про нашу настоящую власть? Скажите У кого, по-вашему, власть в этом городе? У твоего отца Многие так думают, но не совсем Конечно, он владеет словом Все слушают его по воскресеньям Грешите сколько хотите Но до тех пор, пока у вас Личные отношения с Христом А пока Эти люди творят добро в нашем мире Черт с ними Если они не выходят за рамки Причем тут отец? Какая тут связь? Отец, точно Ну, он служитель Бога Еще один слуга Он сказал бы то же самое Слуга Следует инструкциям из книги Двухтысячелетней давности Итак У кого реальная власть в городе? У меня Скажи, Деннис Я? Да Да, ты Читал это? Мудрая кровь Верно Фленнери О'Коннор Она пророк Ее дал мне твой брат До того, как ушел Тогда я был хорошим Я перечитал ее сто раз Одного было мало Главное – понимание Нужно знать, что к чему Дело в правде С большой буквы Правде? Правда бывает разная Но за ней всегда стоит одна истина Она в том Что правды нет Я владелец этого гаража Только у меня есть власть Я тот, кто спасает души И это правда Мы чиним машины Карл Ни души 47-я страница Там закладка Человеку на хорошей машине Не нужно спасения Владельцу хорошей машины Не нужны оправдания Я не поняла Видишь, тот, кто не соблюдает закон Является преступником Тот, кто не подчиняется Богу Нормальный человек Если человек не верит в Бога То он просто имеет другое мнение Но человек без машины Просто ничтожество Человек без машины Это человек без машины Правда? Далеко ты уедешь без машины? Далеко отсюда магазин В десяти километрах Пойдешь пешком Как пещерный человек У тебя есть машина То, что 150 лет назад Казалось волшебством Она стоит как 20 слуг 20 рабов Даже больше Слуги Рабы Это власть Быть слугой Участь неудачников Это станция тихообслуживания, Карл Грейс Все хорошо Какой сегодня день? Четверг А дата? Ты о чем? Какая дата? Тише Прости Прости Что случилось? Ты ударился Это было, когда ты попал в ловушку Зачем здесь ловушки? Не знаю Зря поднялась Я беременна, Джозеф Я не инвалид Ты Все будет хорошо Нужно отвезти тебя в больницу Нет Машины сломаны Все сразу? Все, где есть батареи Все будет хорошо Завтра точно все Нормализуется Нормализуется Ты с Дейлом? Я с Дейлом И с младшим Джозеф, не надо Думаешь, Дейл будет хорошим отцом? Он хороший человек Не идеальный, как и все Прости, я просто не представлял тебя в клане Кэмпбеллов А мы не представляли, что ты исчезнешь Где ты был? Не знаю Может, вы сядете? Мне нужно размять ноги Вы как будто убегаете Сегодня это популярная тема Это не мой стиль Говорить правду? Нет, убегать Странные слова для человека, убежавшего на 6 лет На мой взгляд, это неплохая пробежка Вас не спрашивали Сделаем так Вы забываете про крутого парня И говорите правду Правду, Джозеф Это очень важно Зачем ловушки в гараже? Ловушки? Я не ставил Я оставил Ты? Да В городе последнее время полно енотов Енотов? Да С ними нужно быть осторожнее Многие считают их милыми Особенно молодежь У нас не было с ними проблем Не горю желанием получить их А что ты там делал? Звонил твоему брату Дозвонился? Да Он сказал Нет, зачем полез на чердак? Телефон не там Зато там ловушки Я что-то услышал Что-то или кого-то Не знаю Ты слышал их Пора охотиться Оружие в машине Ждите здесь, братья У меня есть право на защиту Я с вами Ну, присмотрю там Ты не прав Я думаю, тебе лучше не соваться Возьми меня, Карл Нет, тебе лучше остаться здесь С женщинами Чёрт Я тоже иду Енот! 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 Выходи, маленький енот Думаешь, они правда будут стрелять? Что бы то ни было А кто его остановит? Кто-то должен Нужно найти его и выгнать Это не смешно Выходи, енотик! Покажи свою маленькую мордочку Покажись нам скорее Енот! Енот! Выходи, малыш енот! Карл, что с тобой? Ты не очень внимателен, Дэйл Карл! Смотри! Эй! Выходи Не надо проблем Мы не хотим начинать, но если надо Карл Это не человек Действуем, как задумано Я поднимусь Нет, нет, слишком опасно И что? Они пьяны и безудержны Если пойдешь, они могут принять тебя за чужака Не уверен, что это чужак Больше эти еноты здесь бегать не будут Карл Ты кого-то убил Но ведь это не человек Дэйл, помоги собрать его останки Аллен, позвони Рэю Скажи, что нам нужно избавиться от мусора О чем ты? Что ты там видел? Ничего Джозеф Я ничего не видел Но знаю, что это Это связано с местом, где ты был И со временем Дэнис Ты тоже это видишь? Не знаю Но лучше бы не видел Енот хитрее, чем я думал Ради Бога, Карл Это не енот Ради Бога? Какая наглость Ты думаешь, Богу есть дело до того, что здесь происходит? Карл? Каждый за себя Извини, что говорю это Но выживает сильнейший Карл Не сейчас Карл, посмотри Господи Оно? Да Оно Расскажите подробнее Подробнее? Что именно? Что здесь вам непонятно? Все выглядит так, будто вы с приятелями перебрали паленого джина Сделали то, что они должны были делать И ты Пытаешься это скрыть Еще есть выражение Кристально чистой У вас уже есть ответы Зачем я вам? Нет, нет, нет Это мы нужны вам Давайте попробуем еще раз Расскажите об этом подробнее Начиная с Оно Я не против кофе Этого? Поверьте Вы не хотите кофе Не смотрите на меня Я люблю чай Итак Еще раз И подробно Что это? Ты слышал? Он стрелял в Алана? Это не он, это... Я стреляла, ясно? Это я Нужно отвезти его в больницу Нельзя Как это? Машины не заводятся Заведем генератором Батареи не заряжаются Нейтронная бомба Деннис, заткнись Ты медсестра, вытащи пулю из ноги Ты не в кино, Карл Это может его убить Да, ему нужно в больницу Позвони брату Никто отсюда не выйдет Возьмем фургон Тут недалеко Я сказал, никто не выйдет По крайней мере, до утра Карл, пойми, он может умереть Если выйдем, умрем все Что вы видели? То, что человек никогда не должен видеть Отец был прав Как всегда прав В чем? Демоны Я говорю о демонах Мы переждем ночь Он спрячется, и мы найдем место Откуда тебе знать? Я знаю Он не опасен Ты ошибаешься И откуда тебе это знать? Ты там не был Что ты скрываешь, Джозеф? Ты никуда не пойдешь Слушай, если я умру То умру Чего ты боишься? Я ни от чего не бегу Потому что ни во что не верю Это я дал тебе ту книгу Помнишь? За это я тебе благодарен Карл, опусти оружие Ни на секунду не сомневайся Я сделаю все, что могу Чтобы защитить правду Хорошо Да, он не выстрелил Вы здесь Если хотели создать интригу То она провалилась Вы просили, и я рассказал Конечно Но все ли вы нам рассказали? Все связано, Джозеф Все связано Вы здесь для этого, да? Рисовать связи? Мы не рисуем Ни мы, ни вы Связи есть Мы просто их обнаруживаем Все, что мы делаем Рисуйте их за меня А это плохо Теперь он умрет, да? Потерял много крови Ты думаешь, что Карл шутил? О демоне? Я не знаю Но он его описывал Они видели, что хотели То, что в их сердцах Я пока еще не готова К суду Божьему Порядок? Порядок Ты спятил? Твой брат вот-вот умрет Вокруг бегает тварь Которую Карл считает демоном Он держит нас под дулом пистолета Какой порядок? Гресси, слушай Прекрати, Дейл Твой брат слетел с катушек А ты его поддерживаешь, как всегда Он хочет защитить нас А кто защитит нас от него? Слушай, ты напугана, понимаю Но он мой брат И он всегда оказывался прав Не всегда Ты просто не замечал И что было там? Наверху Да ни хрена Ни хрена Да, я его знаю Хрен распространенная фамилия Можно ручку? Хрен Как же это пишется? С одной или с двумя АН? Чувак, а ты вообще живой? Это хороший вопрос Хорошо бы понять, кто из тех, с кем ты коротал ночь, жив, а кто мертв Знаешь что? Это не смешно Здесь все не смешно Зачем делать вид, что это шутка? Мы брали пример с вас Если готовы говорить серьезно Мы вас поддержим Помоги поднять его Все хорошо Все хорошо Потерпи Совсем немного Скоро все будет хорошо А, да Да, хорошо Как ты, малыш? Таня Да, малыш, я здесь Ты Да Ты Эй, Карл Ты знаешь Эй, эй Эй Не плачь Почему ты не сказал? Почему не дал мне подзатыльник? Я люблю тебя Не хочу тебя терять Я люблю тебя Несмотря на то Что ты меня ранила Малыш Я люблю тебя Я люблю тебя Таня Ты прощаешь меня? Нет 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Чёрт, Деннис! Тебе что, мало одного раненого? Из-за твоего брата нас всех убьют. Не волнуйся за Карла. Он поступает правильно. Скажи это Аллану. Аллан в норме. Рана не глубокая. Мой брат... Аллан тоже твой брат. Всё будет в порядке. Что видишь? Ничего. Всё как было. Это была комната отца. Комната моих родителей. Когда-то. Это всё временно. Мы с Грейс останемся. Знаешь, если подумать, то всё временно. Мне нужно поговорить с братом. Я не против. Наедине. В чём дело? Он пришёл. Пришёл за мной ещё внизу, когда я был там. Мне стыдно называть тебя братом. Мы никогда не были настолько близки. Не говори так. Не надо так говорить. Я сам знаю, как мне с тобой говорить. И я знаю, что я должен делать. Клянусь Богом. Ты тоже знаешь. Я знаю. Знаю. Так докажи. Я пастырь. Не все овцы принадлежат стаду. Нужно привезти их, и они прислушаются. Будет единое стадо. Один пастух. Поэтому Отец любит меня. Ибо Твоё есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. И слава, и слава, и сила во веки веков. Аминь. Во веки веков. Аминь. Поэтому Отец любит меня. Я знаю. Знаю. Отец любит меня. Приди в себя. Ты просто заснул. Вовсе я не заснул. Он здесь, чтобы судить нас. Ты слышишь? Судить всех нас. Вам лучше спуститься. Я видела. Все видела. Что ты видела, Таня? Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит? Что за черт? Аллан ушел. Как ушел? Он здесь. Он умер, Карл. Твой брат умер. Боже, не может быть. Умер? Он мог жить, если бы мы помогли. Нет, Джозеф. Карл не виноват. Никто не виноват. Случайность! Как же. Его вина. Заткни свою пасть! Прекратите, хватит! Вы вообще не понимаете, что происходит. Ну, а ты? Поднимаю. Это апокалипсис, Джозеф. Конец света. Хорошо, что Аллан умер. Так он не познает скорбь, которая ждет всех нас. Конец света. Скорбь. Апокалипсис. Ты себя слышишь? Смерть – конец одного мира. Маленького. Но мир всегда тесен. Это закон. Заткнись, сучка. Это твоя вина. Вина твоя, Карл Кэмпбелл. Это ты хотел охотиться? Я сказал, заткнись. Иногда охотник становится жертвой. Твоему миру конец. Хватит болтать, Карл. Карл! Это плохая идея. У тебя есть лучшее. Хочешь оставить эту одержимую с нами? Нет, хватит. Поступим по закону. Пусть Рэй ее заберет. Ладно. Попытай счастья на улице. Не бойся, Карл Кэмпбелл. Скоро ты все увидишь. Скоро все увидишь. Дэйл, нужно вынести тело Аллана. На улицу? Зачем? Сделаем вид, что случайность. Это неправда. Нельзя во всем полагаться на Рэя. Он наш брат. Нельзя выбросить его тело, как мусор. Наш брат уже в лучшем мире. А это напоминание о наших грехах. Карл, слушайте. Я не собираюсь сидеть до конца своих дней. Не хочу в тюрьму, как соучастник убийства. Но там эта штука! Эта штука везде. Забудь. Похороним его. Неси лопату. Нет, не ты. Ты. Я. Мне нужна помощь. Он оставил вас. Одного. Вы невнимательны. Я не был один. Мы не бываем одни. Нет. Не бываем одни. Скажите, кто был тогда с вами? Грейс. Можешь отвлечь Дейла? Я не могу. Мне нужно добраться до сарая. Я сказала, не могу. Ты слышала, Карла. Он всех нас убьет. Не могу, Джозеф Дейл, мой муж. Это не моя вина. Это твоя вина. Я думала, ты умер. Прости. Мне, правда, очень жаль. Послушай, я должна тебе верить. Расскажи мне всё. Всё, Джозеф. Ты знаешь, что это. Верно? Ты говорил с ним. Я видела. Просил забрать тебя назад. Сказал, что всё понял. Назад. Куда назад? Куда? Хватит секретов. Когда я пропал, то оказался не вместе в нашем понимании. Это не место. Скорее, не место. Не место. Это бессмыслица. У правды нет смысла. Шесть лет назад я был в сарае. Я стоял там. Было темно. И я был никем. Жизнь не имела значения. Мне отчаянно хотелось убежать. Когда пришло оно. Оно? То, что во дворе? Оно сказала... Оно говорило с тобой? Ни словами. И даже немысленно. Всем существом. Существом? Я знал. Оно меня слышит. Слышит мое сердце. Оно забрало меня туда, где я был важен. Где это место? Здесь. Три дня назад. Это невозможно. Это лишь часть правды. Когда я был в этом не месте, я знал все. Я всех знал и все понимал. Будто так должно быть. Что это, Джозеф? Это правда демон. Демон. Карл считает его демоном, но это не так. У нас нет аналогов. Оно не ограничено пространством и временем, в отличие от нас. Думаю, такие, как оно, окружают нас постоянно. Мы их просто не видим. Вроде ангелов. ангелы и демоны гораздо ниже. Ниже. То есть, они важнее? Однажды мы беседовали с отцом Дейла. Он спросил, сколько волн в океане. я сказал, слишком много. Знаешь, что он ответил? Неважно, главное, океан. Он и тебе сказал. Оно такое же, как волна в океане. Но мы ее не видим. И оно вернуло тебя. Хорошо. Я позабочусь о Дейли, но... Я все слышал. и вспомнил, когда видел тебя, когда ты пропал. Тогда не было света. Идем. Пора убираться. Все, никого. Черт. Что там? Не работает. Я позаботился. Дейл, опусти ружье. Медленно. Иди туда, чтобы я видел. Я ждал тебя, Джозеф. Как же я ждал этого, но ты... Что сказать? Ты всегда был слабаком. На колени. Карл, ты не понимаешь... еще как понимаю. Карл, где Деннис? Я сказал, что все понимаю. Ты знаешь, какой сегодня день? Судный день. Не такой, как я думал. Или как рассказывал отец. Нет. Это личный судный день. Карл, что ты сделал? К этому нас привело. К суду. Мы все на суде. Все делаем в одиночку. Как твой брат? Где мой брат? Я сказал ему. Я всем говорил. Будем вместе, все будет хорошо. Но Деннис попытался бежать. Он предал нас. Карл, ты... Он предстал перед судом. Сам захотел. Я не потерплю предательства. Не от тебя, Джозеф. Не от брата по крови. Карл, стой. Готовься к суду. Не сегодня, ублюдок. Идем, пока не очнулся. Я сказала, идем. Джозеф. Джозеф нет. Оно вернуло тебя, чтобы снова забрать. Оно заберет тебя. Забери меня. Что? Забери меня. Грейси. Грейси. Грейс. 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 Крайс! Отправь его в ад. Субтитры создавал DimaTorzok Дэйл? Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Я тебя давно не видела. Грис, малыш. Малыш? Какой малыш? Что ты говоришь? Почему мы здесь? Все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Где Карл? Джозеф, где мой брат? Нигде. КОНЕЦ Она спит. Я позвонил в Рэйл. Скоро приедет. Она ничего не помнит. Ни обо мне, ни о нас. Как это возможно? Думаю, это такая милость. А ребенок? Тоже. Именно так оно делает. Дарит милость по-своему. Странная у него милость. Его путь не наш путь. Говоришь, как мой отец. Может, он прав? Нет. Нет, Джозеф, этого мало. А мы... Где наша милость? Может, для нас сейчас время не получать, а отдавать? Тебе легко говорить. Нам никто не поверит. Не важно, кто поверит. Я сам не уверен. Но правда одна. Но правда одна. Тебе легко говорить. Это ваша история? Так всё и было? Вы хотели правду? Вот она. Да, только её непросто переварить. Это не моя вина. Мы нашли Денниса. Он жив. Его отвезли в больницу Бингамтон. Состояние? Тяжёлое, но выживет. Хорошо, спасибо. Оповестите местную полицию. Есть. Хорошие новости? Ну, не могу сказать, что они хорошие. Мы нашли Денниса и останки Алана Кэмпбелла. Спасибо. Держи меня в курсе. Понял. Сэр, посмотрите на это. Милый мой. Да у нас тут, похоже, потрясающая история. Я разберусь. Вы свободны. Вот так. Вот так. Что случилось? Вы знаете, ответ лучше, чем все мы. А мы получили ответы. Этого хватит? Должно быть. Хорошей жизни. Я допрашивал их снова и снова. Грейс тоже. Истории совпадали. Но никаких доказательств у них не было. Была какая-то чушь. О ярком свете и демонах. Я не знаю, что с этим делать. Забудь. Нет, отец. Я не могу забыть. Ты слышал? Правды не узнаешь. Никогда. Ты понял? Знаешь, что они умерли за веру. Гордись ими. Они в лучшем месте. Не знаешь, что делать. Не знаешь, как поступить. Скажи, что они оставили предсмертные записки. Что их заставил дьявол. Скажи, что молния ударила в них всех. Мне все равно. Не задавай мне вопросов. Не надо. А Джозеф Берн отпустить его? Да. Думаешь, он будет молчать? Мы с тобой будем молчать. А время все сотрет. Как и раньше. Что-нибудь нужно? Все есть. Думаешь, они говорят правду? Они верят. Нам этого достаточно. А Карл Кэмпбелл? Может, вернется. Местные свалят все на него. Или нет. Это семья, как говорят в таких ситуациях. Короче, не наша проблема. Пусть разбираются. Есть, хочешь? Да, да. Какие идеи? Слышал про спиди? Нет. Местный деликатес. Вроде шишки баба. Самый популярный. Я только позвоню. Местный деликатес. Местный деликатес. Новости? Мы закончили. Ничего конкретного, но мы близки. Наш призрак. Уверен? Насколько это возможно. Копай глубже. Да, сэр. Работаем. Докопаемся. Посмотрим. Все в порядке? Да, пойдем. Идем. За последние 24 часа мы впали в умственную кому. Полное замешательство и домыслов. Я слышал все, что говорили вокруг. И божественное, и абсурдное. Думаю, так и было. Я слышал, что так было. То, что произошло, задокументировано соответствующими органами. Клянусь вам, это все правда. Мы находимся в состоянии, когда изоляция и страх стали привычны. Нам с ними комфортно. Этот страх стал нашей зависимостью. Не совершайте ошибок. Дьявол пришел в наш город, на нашу землю. Нам нужно молиться. И тогда Бог очистит наш дух и разум. Откройте хорошую книгу первыми. Обезоружьте дьявола. Покажите ему, что мы служим Богу. Мысли Бога – наши мысли. И его пути, наши пути, небеса над землей. Пути Божьи выше. Его мысли выше наших, ваших и моих. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok